здравствуйте меня зовут юлия сегодня показываю пустые баночки с уходовыми продуктами для волос а давайте начнем с масок недавно закончилась у меня вот такая миниатюрка от schwarzkopf из за серии банокур color freeze для окрашенных волос очень приятная маска такая белая густая здесь всего лишь 30 миллилитров было я быстро ее использовала но очень понравилось пока маски для волос покупать не буду из-за того что есть чем пользоваться но вот этой масочкой я пользовалась большим удовольствием и запах у нее приятные консистенция хорошая и на волосы хорошо воздействует я вообще всеми своими масками пользуюсь в качестве кондиционеров на каждый день из того что не понравилось это вот такая двухминутная маска с маслами из серии слияния с природой масел этих здесь очень мало они где-то на последних местах притаились в списке а так здесь в общем-то одни силиконы здесь 200 миллилитров было маска бюджетная но на мне понтин праве не работает много раз я уже поле пробовала их продукцию но больше экспериментировать не буду не понравилось нет маска из того что понравилось это маска реконструктор интенсивная от олен профессионал называется бионика здесь 200 миллилитров тоже хорошая маска это насколько понимаю наше российское производство профессиональная косметика для волос она стоила не очень дорого если не ошибаюсь порядку двух сотен рублей я ее покупала на сайте фарма косметика пользовалась с удовольствием использовал до конца и в общем-то приобрела бы наверное еще но пока есть чем пользоваться внизу ссылочку оставлю для тех кому интересно можно посмотреть подробнее маска тиана лунная сиренада мне досталось коробочки красоты по моему allure box это полноразмерный продукт был тоже здесь 200 миллилитров она уже была вот такой бутылочки более жидкая по консистенции хотя было уже не очень удобно доставать эту маску из баночки когда она начала заканчиваться но в принципе из минусов наверное только упаковка и цена по моему порядка 800 рублей стоит она по полной стоимости приятный запах приятная консистенция хорошо волосы питают увлажняет понравилась маска пользовалась удовольствием закончился у меня лак от листа ford сильной фиксации 250 миллилитров я его купила исключительно из-за того что он стоил по моему рублей 250 с 50 процентной скидкой так вообще листа ford косметика для волос достаточно дорогая я по моему первый раз пробую что-то из этой серии что не понравилось не понравился запах это была какая-то смесь микстуры от кашля и спрей от тараканов остальном лак очень неплохой использовал целую бутылочку никакого раздражения не было с волос хорошо счесывается укладку держит но именно из-за цены из-за запаха второй раз точно покупать не буду а вот такой спрей для волос с травяным сбором от зеленой аптеки у меня не закончился здесь был 250 миллилитров я как-то пробовала и пробовала им пользоваться но у него очень такой интенсивный запах тройного одеколона и я его больше использовала именно утром когда хотелось немного освежить волосы после сна если какие-то заломы на волосах остаются быстренько побрызгала расчесала и волосы как-то немного оживлялись но даже несмотря на то что бутылочка это стоило рублей 60 я бы второй раз покупать не стали не стала я такие спреи пробовала и от бабушки агафьи тоже они мне не понравились в общем не мой продукт не поняла я этих спреев закончился шампунь от лошадиной силы против перхотя здесь содержится китоконазол это активное противогрибковое вещество 250 миллилитров было здесь сам шампунь такой интенсивного красного цвета со специфическим запахом я на самом деле на самом деле купила его для того чтобы использовать не по назначению у меня перхоти нет но я думала может быть он как-то будет избавлять от жирности волос но просто не стоило мне его покупать может быть именно для тех у кого есть какие-то проблемы именно с перхоть и он поможет но для меня этот шампунь не делал того чего я хотела поэтому просто его допользовала и второй раз точно не покупать не буду он не очень дешевый сейчас уже не помню сколько стоит но он достаточно доступны и везде где лошадиная сила продается в супермаркетах его можно купить свободно далее закончился спрей от лореаль профессионал он мне достался в наборчике эта серия люмина контраст для окрашенных для блондированных волос 125 миллилитров здесь было это был такой двухфазный спрей его нужно было потрясти и соответственно наносить на волосы на влажные после мытья перед укладкой он должен облегчать расчесывание волос придавать волосам блеск и защищать при термоукладке не люблю такие двухфазные средства как-то ничего не для волос особо не делают не показал что он такой жирноватый силиконистый реку очень пользовалась им время от времени наконец использовала и точно покупать не буду и естественно косметика для волос от лореаль она очень не дешевая и такой продукт мне не понравился я предпочитаю использовать либо масла либо какие-то кремы не смываемые для этих целей две миниатюры от коньте у меня закончились здесь было по 60 миллилитров они мне достались в коробочке magic box от beauty insider шампунь и кондиционер очень приятные они без силиконов парабенов состав более натуральный единственный минус это цена атаку бы продукта очень понравились далее миниатюрка от кларан это шампунь это миниатюрка тоже тоже мне очень понравилось это питательный шампунь у него был очень красивый цвет такой золотистый 25 миллилитров хватило мне на несколько на несколько применений я как-то не особенно присматривалась к продукции для волос от кларан возможно зря нужно будет посмотреть на эту марку повнимательнее от her vital закончились два вот таких саши с крем-маской с экстрактом черного ореха и меда тоже в коробочке красоты мне достались и я даже купила полноразмерный продукт там по моему 150 миллилитров стоит чуть больше 200 рублей достаточно бюджетная марка и понравился мне этот продукт я думаю что я еще какие-нибудь варианты попробую как только смогу их купить потому что у нас в магазинах цены завышенные продается эта марка в перекрестке или в магазине южный двор и там по моему больше четырех сотен все эти продукты стоят ну практически в два раза цена завышена поэтому буду где-то искать в интернете от фриз из маска закончилась от джона фриды здесь 25 миллилитров было маска такая очень силиконистая мне напомнила маску от понтин праве хотя здесь ценник гораздо выше мне эффект мне понравился хотя при смывании есть такое ощущение прямо-таки скользких таких напитанных волос но потом это ощущение куда-то исчезает и волосы вновь становятся сухими поэтому покупать мне эту маску не захотелось а вот маску от макадамии для глубокого восстановления волос я покупал с удовольствием но здесь продукт еще более дорогой вот в таком саше было 15 миллилитров с удовольствием я использовала очень густая консистенция пахнет приятно возможно когда-нибудь разорюсь и куплю очень понравилась эта масочка вот макадамия не смываемое средство от обеда дэмидж ремиди здесь у меня 10 миллилитров миниатюрка тоже была в коробочке красоты от beauty insider magic box это крем несмываемый который наносится после мытья перед укладкой перед сушкой но крем такой жиденький почему-то мне показал что его недостаточно для моих волос никакого восстановления никакого облегчения расчесывания приходилось мне добавлять уже масло какое-то к этому продукту косметика а веда более натуральная но она в то же время профессиональная дорогая но это средство на меня впечатление не произвело и покупать его точно не буду еще несколько миниатюрок от schwarzkopf вот такая серия oil miracles розой 30 миллилитров здесь шампунь был шампунь такой прозрачный хорошо пенился приятный с приятным запахом по моему пару тюбиков я уже таких использовала понравился шампунь возможно как-то присмотрюсь косметики шварцков когда-нибудь попробую купить что-нибудь у них полноразмерное парочка масел закончилась из этой же серии здесь было всего лишь по 5 миллилитров это масло которые наносятся на волосы и на кожу головы до мытья волоса очень приятные опять же какого-то эффекта я не заметила но никакого отрицательного тоже воздействия не было мне такие продукты нравятся нравится с ними экспериментировать и еще одно масло уже не смываемая для волос я носила эту бутылочку с собой собой сумочки здесь у меня наверно еще на одно применение осталось приятный запах такая густая консистенция я пользовалась этим маслом в течение дня когда чувствовал что волосы такие суховатые запутываются просто капельку наносила на ладони прямо на сухие волосы растирала расчесывала и волосы как-то вот оживлялись здесь натуральные масла в составе тоже есть но все-таки это масло не такое роскошное как например от керастаз или шуи мура но в принципе неплохое я его до конца использовал с удовольствием вообще рада была получить вот такие миниатюрки в коробочках красоты а на этом мое видео о пустых баночках для волос закончилась как всегда внизу в информации под видео будет будут ссылки на те продукты которые я бы рекомендовал к покупке большое спасибо за внимание до свидания